Здравствуйте, друзья! У нас на канале сегодня блогерша Наталья Квик и ее муж Винни. И ребята вернулись только что из путешествия по России, в разных местах были. И я пользуюсь эксклюзивным правом. По свежим следам. Да, по свежим следам. Какое-то интервью. Рассказ, как было, что было. Начнем с Натальи. Наташа, расскажи, как оно. Я даже не знаю, а что интересует-то именно. Давай по порядку. Прилетели в Москву. Ты мне помоги, прилетели в Москву. Конечно, мы ожидали, что там изменилось. Ну, 10 лет я не была. Винцед вообще не был ни разу. И, конечно, даже тот аэропорт, который я увидела, я хочу тебе сказать, красота. Шереметьево, да? Или что? Шереметьево. Там было такое все стеклянное. Я не знаю. Я сейчас сама немножко переживаю, честно говоря, как будто первый раз, как говорится, на канале. Но я хочу тебе сказать, что было очень много эмоций. И первый раз, когда мы прилетели, я сейчас обрабатываю видео и опять туда вернулась, можно сказать, каждый раз я обрабатываю и вспоминаю то, что я видела. Потому что было столько эмоций и столько всего сразу, что очень трудно было даже сообразить, понимаешь? Но я одно могу сказать, что оверол, то есть большая картина, если смотреть, то я опять хочу туда. Давай по порядку. Вот проходите пограничный контроль. С вами вежливо разговаривали, не обхамили, не такими вот хмурыми лицами вас не было. Ты помнишь, когда мы прилетели в Шереметьево, в Москве? Когда мы прилетели в Москве? Да. Майкл спросил, когда вы дали паспорт для кастомы, они были хорошими к нам, они были милости к нам? Ты помнишь это? Они были просто очень милости. Они не говорили много, никакой экспрессии. Ну, они мало говорили. Окей, окей. Они не были милости или ничего. Они просто сказали, где ваш паспорт? Это все. Окей, окей. Не до улыбок. Окей, Маяковского я вспоминаю. И не повернув головы кочан и чувств никаких неизведов, берут не моргнув паспорта датчан и разных прочих шведов. Да, значит, хорошо. Так, тут у вас облома не было никакого. Вышли, вышли мы... Мы пошли, чтобы собрать наш лагерь, помнишь? Да, мы собрали наш лагерь, потом мы пошли на фронт. И это, когда мы встретились с вашими друзьями. Что я попросил вам сделать? Уменьшить твои паспорт? Да. Он полетел, и в самолете он как, ну, знаешь, как американцы живут все удобно, он взял пижамные штаны и он так переоделся. И когда мы стали выходить, он говорит, а я так пойду. Я говорю, а ты что, как это ты так пойдешь? Я говорю, не-не-не, иди переодевайся. Ну, в общем, я его еле уговорила переодеться, потому что как, люди же ее увидят, так уже нельзя, это же не Америка. Он, в общем, переодел он джинсы, и мы начали выходить, и нас там встречали. Так, расскажите, кто встречал, давай, подробнее. Ну, кто нас встречал? Нас встречала Оленька, с которой я познакомилась буквально до прилета в Россию. То есть она буквально как-то мне написала, когда я была еще в Орландо, она написала, Наташа, здравствуйте, я ваша подписчица, меня зовут Ольга, я хотела бы с вами встретиться. И, в общем-то, за четыре недели, наверное, где-то, я говорю, ну, приходи, Оленька, ну, в банк ко мне. Я дала ей адрес, она пришла в банк, мы с ней поговорили, я говорю, приходи ко мне домой. И вот она пришла ко мне домой, и мы очень сильно сдружились, мы ходили по магазинам вместе буквально два дня. И, в общем, она сказала, Даша, я вас жду в Москве. Это та, которая работу оставила, чтобы к тебе приехать туда? Нет, нет, нет. Это еще одна. Это Ольга, она работает юристом в Москве, то есть она очень любит путешествовать. Молодец. Молодец. Да, очень любит. Так. Виктория, которая вот наша секретарь на канале, ну, она, как сказала мне, она уволилась, но она сказала мне, что вот, как бы, я уже хотела увольняться, но и... Ага. Заодно и уволилась. Да, Виктория, в общем, девочка. И Шурик меня встречал тоже, он наш подписчик, парень такой очень веселый, хороший. Мы тоже сдружились вот на Перископе, на канале. В общем-то трое их встречало. И еще меня встречала такая тайная команда, с которой мне передали там такой сноуборд. Мы еще везли сноуборд с такими шикарными суперскими ботинками детскими. Ну, знаешь, сейчас очень любят они на горнолыжные курорты все ездить. И, в общем-то, наш друг послал с нами сноуборд и шикарные ботинки. Такая тайная команда приехала, забрала, сказали спасибо. Если вам что-то надо, скажите, обращайтесь, звоните. Мы говорим, хорошо, все. И они уехали. В общем, вот нас встретили с цветами, с тюльпанами. Я не знаю, откуда узнали, что тюльпаны мои любимые цветы, но мне привезли тюльпаны, огромный букет. И, в общем, было очень приятно. И я, конечно... Винсент тоже. Винсент, я говорила, как они встретили нас в аэропорту с флорами. Окей. Но у вас было вот это привыкание к разнице во времени? Вот это у вас было? Окей. Ты был в Москве, когда приехал в Москву? Да. Идать туда не было плохо. Я пошел на это очень быстро. Это было плохо. Это было плохо. Да, когда я приехал. Когда приехал. Это было плохо. Окей. Такая история. Когда я туда, я чувствую, как я просто... Я просто уехал в доме. Но когда ты возвращаешься, это очень сложно. Очень сложно. 4-5 дней. Окей. И в этот день, Миша, что называется, с корабля на бал. А у нас получилось, с самолета на бал. Так. В этот день мы попали на день рождения Филиппа Киркорова. У него был день рождения 30 апреля. И у нас еще такой есть друг Макс, который... Ну, ты знаешь Макса, да? Он нам достал билеты, значит, на Филиппа Киркорова на вот на этот кульминационный день, когда был день рождения его, и вот все звезды там были, значит, на этом концерте. И мы туда... Сколько лет-то ему? 50. Ой, молодой еще. И вот так же, и мисс Курта живут 50. Вот. И мы... И мы пошли все на Киркорова, и, в принципе, все там писали у меня под комментариями, как бедный Винсент. Он не понимает, о чем он поет, значит. Во-первых, мы пошли на Киркорова, потому что Винсент фанатик Киркорова. О, фанат. Окей. А во-вторых, зачем нам понимать, о чем поет Киркоров? Мы же слушаем Майкла Джексона или там Винсона. И мы же не понимали там... Ага, может и лучше не понимать. Ну, в общем, ему... Как ты любил концепт? Это было очень хорошо. Я любил... Я люблю Фил. Да, он очень хорошо. Я думаю, что он один из лучших. Но там был не только Филипп, да? Там еще ребята были. Нет, там только он один выступал. А вы говорите, все звезды. Все звезды к нему пришли на концерт. И я даже смогла снять всех звезд, когда они выходили... Ну, садились на сиденья и... Ну, там у меня есть... Ну, это в большом зале было или в чем? Да, в кремлевском зале. А, в дворце съездов? Да. А, ну так это большой зал. Хорошо, понял, понял. Ну что же... Так... Ну, на Филиппа сходили, потом чего? Окей. А Винцент такой сидит и скажет, о чем я попросили? Скажите ему что-то в английском. Да. Ну, Москва itself. Это, наверное, ваш первый раз в Москве. Какая ваша впечатляющая впечатляющая? Впечатляющая впечатляющая впечатляющая? Да. Я был там. Ты был там? Да. Да. Ну, конечно же. Я люблю там. Тот 회ппутин. Да. Ну, уважительно. Что было на Площади Победы? Что такое Площадь Победы? По-моему, она... Такая арка там. Мама Скута не знаю, я очень хорошо знаю. Там музей войны есть, там танки есть. Я понял, понял, понял. Да, это, видимо, что-то уже достаточно новое. Это уже Великой Отечественной войны, то есть это не у наполеоновских войн. Метро там, по-моему, Педметро победы или что-то такое победы. Да, ребята, это новые штучки. У меня там уже не было много лет. Окей, я не видел это. Я не видел это, это как-то новое. Релативно новое. Я уехал 27 лет назад. Все, что-то изменилось. Окей, так, вы пошли к местам, где они продают сувениры? Сувениры. Как-то фли-маркет. А-а-а-а. Мы в Туле. Ты был когда-нибудь в Туле? В Туле у них есть мини-кремль и мини-красная пульсица. И там дети с речевками. Я бы сказал, где-то около 5 до около 15 лет. И там дети с речевками. И, короче, Миша, он вот так вот открыл, я его еле оттуда утащила. Он стоял, вот так смотрел, и они там, речевку, запи, вай! Ну, помнишь? Да, конечно. Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд. На первый-второй рассчитайся, и они там, первый-второй, первый-второй. Я же это все помню. И я это все так смотрела, боже, думаю, ведь это же вот все, все вот то, что мы делали. Очень вкусно. Вот так вот и да. Подписывают еще некоторое меморабилие, вооруженные меморабилие, танки, музеи? Да, это мы окупали сливниров. Меморабилии все было в таком музее танков. Да, но в Москве нас привезли в музей танков. Конечно, там танки. Мы забирались на эти танки с ним, we climb with your tanks. Да, это было в Москве. Это было огромное, огромное поселение, что они вообще были закрыты, потому что на улице было все открыто. Да, но они были закрыты, но на улице было все открыто. Да, но они были какие-то танки, которые обычно имеют в виду, где-то было закрыто, и мы не могли бы идти. Это 52,000 acres. Это было в городе itself? Нет, это было прямо на улице, прямо на улице. И что они делают, они вместе с другими танками, и они проходят вооруженные маневры, с этими танками. Это где они практичатся. Это очень круто. Вы такие серьезные? Вы такие серьезные? Вы такие серьезные, как ты танкист. О, окей. Итак, вы приехали в Москву, вы поехали в Тулу. Сколько дней вы ездили в Москве? В целом, около четыре, да? Ну да, четыре дня где-то мы были в Москве, очень мало получилось. И нас потом... Это было два и два. Нас потом отвезли в одно место, где нас забирали в Тулу. Мы ездили в Тулу к брату, к Наташиному, которые... Наташа и Саша вот ко мне приезжают, я не знаю, если ты из Рыбинского. Брат у нее, значит, живет в Туле, и вот он нас три дня туда повез. Так, а вы не были там в Измайловском рынке каком-нибудь, нет? Конечно были. А, были, окей. На Измайловском рынке вы были уже когда обратно вернулись из Санкт-Петербурга. Так, как там? Так, а он хотел эти часы купить себе. Матрешку хотел за пять тысяч рублей. Но, я думаю, что я очень любил о Москве, что никто не говорил о нем, это субвейцы. Субвейцы были прекрасны, они очень красивые субвейцы. Матро. И, что мне очень нравится, они идут так глубоко. Они используются для бомб-шелтеров, я никогда не знал. Ну, это очень глубоко. Они идут так глубоко. А, где они идут? 300-350 кг? Я не знаю, сколько. Да, они в дон-тоне, да. В дон-тоне, да. В дон-тоне, они очень глубоко. А это значит, что потому что война была и там как бы бомбоувежище. Которые стоящие, вы остановитесь, это разное. Мы остановились, которые очень любили, это было большие, брассные статуи. И вы держали на нос. Вы просто обрабатывали их бомб, или что-то. Это было очень интересно. Короче, мы были на площади Восстания, по-моему, я так не знал. И там, значит, собака такая есть, ей на нос тереть, чтобы желание загадать. И у нее нос уже весь краска слезла, уже желтая, но знаешь, как осталось. И вот он тоже там трогал, значит, ему нос и желание загадывал. Окей. Метро. Окей. Метро. Вы наконец получили какие-то сувениры? Или что? Да, мы получили много сувениры. Хотите увидеть какие-то? Да. Посмотрим тишisko и всего-то? Да, это самое интересное. Слушай, а что за часы он чуть не купил? Командирские какие-нибудь? Мы зашли в магазин «ССР», там значит все ССР, значит, и там такие очки и он все искал, чтобы на очках был танк нарисован. Он уже по танкам с ума сходит. и ему там такие часы показали, там танк вот такой нарисован, значит 8 тысяч говорят, а все остальные часы по 3 тысячи, а вот эти вот 8 и все. И там Ольга была с нами, говорит, не вздумайте это покупать, не дам вам покупать, это вообще, говорит, ты что, такие деньги он не стоит. Ну, в общем, мы ему не дали покупать такие часы, потом я, значит, выслушивала всю дорогу, почему ты мне не дала купить эти часы, в общем, надо было ему дать и купить эти часы, но не дали мы. А он бы дома в них ходил, правильно? А так, чтобы людей не пугать. Нам предлагали, говорят, ремень мы вам бесплатно дадим такой ремень, там вручную работу 3 тысячи стоит бесплатно, бесплатно, в общем, без часов мы уехали, но мы очень много чего привезли. Ремень, то есть 50 долларов ремешок, грубо говоря. Так, окей. Короче говоря, он купил очень много всяких брелков, танков и всяких брелков, пистолетов. А с чего он танкист такой? Что случилось-то с ним? Слушай, ну он играет в этот, там игра есть такая, World of Tanks, и в Танкс... О, окей. О, окей. Серпе молот. О, 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 вау. Это хороший коробный мальчик, да? Вот это он носил, не снимай, он на 9 мая носил и не снимал Это ты как стюардесса, прям У меня есть две пилотки Посмотри, Миша Я могу сказать, что я купил один здесь в США И я купил 25 баксов 25 баксов? Да Давай покажем самое главное Нам в Рыбинске подарили этот флаг Флаг, флаг что ли? Да Посмотри Винсент, ты держишь здесь и я держу здесь Посмотри Нам что-то не получилось Не получилось Надо перевернуть Как не получилось? На Берлин, так чтобы в камеру было Погоди, Винсент Ага Как не в камеру-то? Разверни Поменяй правую и левую руку Поменяй углы Почему? Потому что я вижу О, вот так Все На Берлин Друзья На Берлин А вот я показываю сейчас наоборот Показывает Ну что я могу сказать Покажу и так и так на всякий случай Давай Просто у меня на экране оно Сейчас он принесет самое главное Самый главный трофей, который он получил Веник Веник От которого у него прям Слезы на глазах Это не веник из бани? Нет Это Тебе такой трофей, что я тебе говорю У него слезы на глазах просто Да ты что Слушай С каждой историей Подожди Так из Тулы Вы поехали в Рыбинск Да Вот там вот в Рыбинск Я спросил у него, где ему больше всего понравилось Он пискат Рыбинск Ему Рыбинск понравился больше Он не хотел уезжать в Санкт-Петербург Он сказал давай оставаться Подожди Было ли такое место, где можно было выпить хорошо? Ну везде такие места были Но в принципе мы не выпивали Потому что мы потеряли очень много энергии С алкоголем Поэтому мы один раз только Пока его парили Он там немножко надрался Так скажем Вау Ты посмотри Это настоящий трофей Это настоящий трофей И золотая медаль Медаль золотая Рейл трофей Что значит Рейл? Ты должен рассказать им историю Что это история Это из тех, кто был на Олимпическом Таэквондо Олимпическом Они дали один из своих трофей И один из своих медалей И один из своих побед И они победили Короче, я рассказываю сейчас по-русски Я буду рассказывать Окей Саша у нас в Рыбинске Он тэквондист И как бы он тренер И мы пошли в одну, значит там Я не знаю как Две спорта И там одна команда тренировалась Ну это вот дети тренировались Они целый год Они работали на этот вот кубок И как бы тренер Подарил Винсенту эту кубок Он поставил детей в линейку Дети Вы не против, если мы подарим Вот этот кубок? Говорит нашему гостю из Америки И вот наша медаль За которую мы боролись целый год Сказали, да, подарите ему И он, значит там речь толкал этим ребятам Я передела И у него слезы на глазах Он говорит, вы точно Неужели я могу это взять? Они такие, а дети все Да, да, возьми И они там ему говорили Мы очень любим американцев Он вообще-то, я не знаю Он потом три дня вот так все смотрел Я говорю, Винсент, поехали туда Он говорит, не-не, я дома посижу И он так все разглядывал Вот понимаешь, он не мог поверить Что ему это подарили Я потом поехала в музей в Рыбинске Музей СССР А он не поехал со мной И вот он все Вот Это на самом главном месте у нас Это лежит у нас Там видео потом будет Как ему это подарили В общем, это золотая медаль За которую они целый год боролись А с кем? Ну тэквантисты они боролись Я уже не знаю с кем они там Да Окей Теперь Есть медаль в Америке И тоже там ему друзья подарили медаль Настоящие военные медали Мы на 9 мая Насчет настоящих Я немножко сомневаюсь, конечно Нет, это его от отца Это его отца Он нам подарил Правда? Да Ты знаешь, я видел медали тех лет У моего папы их много было Вот это вот от его отца Он нам подарил Чтобы красная звезда была Это немножко странно даже Да И так как-то мне Да Он подарил А на другую сторону поверни Это от моего отца Говорит Труд в СССР Делать чести Окей Может они не военные Может просто труд за труд Но он подарил ему вот такие медали Хорошо И тот пришел домой На распашку Значит вот так Знаешь Куртка Что Смотрите у меня такие медали В общем Хочешь я тебе расскажу Интересный случай Но это не связано с поездкой в Россию Но вот я вам сейчас Давайте я вам кое-что покажу Let me show you something У нас тут в Пало-Алте Есть такое Ну это в народе называют садиком для пожилых людей Ну то есть такое место государство оплачивает И они там Знаешь Время проводят И там у них медицинский контроль И так далее Вот И Ну что-то у них там с местом Какие-то проблемы и так далее И было время Когда Какой-то художник Он умер сейчас Художник Он рисовал всех ветеранов войны Он делал портреты Всех ветеранов войны И Папа мой тоже Он ходил в этот садик И тоже Сделали портреты Мне позвонили В четверг Вот сегодня суббота В четверг мне позвонили И сказали Вы знаете Вот Очень так неудобно Но мы не хотим Чтобы пропал портрет Так что вы заберите И я забрал Послушайте Я забрал свой И я забрал Еще одного знакомого Я тоже Чтобы не пропали Я забрал Он у меня вчера забрал из офиса Вот Смотри Это как бы Отголоски войны Ясвети говорит Ты смотри Сколько лет прошло А вот Война Значит Она не уходит Это его папа И они просто звонили И сказали Берите папе И он даже не знал Что это существует Так что Они звонили И сказали Вы знаете Мы имеем фотографии Его папа Они сказали Пожалуйста Попробуй его Или Попробуй его И она 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 Портрет Угу Ветеран И Его Медал Он Очень красивый Портрет Конечно. Да, он получил много медалей, похожих к этому стилю. Да. Обалдеть. Ну вот он принес еще и ему подарили мяч. У Наташи папа. Что написано на мяче? Красное что-то? С любовью и уважением. Нет, на меня смотрит красненькое что-то. Посмотри. О, Ронин. Ну да. Окей. Написано «Дорогой Наташа и Винни. Дружба народов России и США». Но пасаран. Короче говоря, Наташа, папа, он же президент клуба футбольного. Он был в арсенале Туле. Ты знаешь, ты арсенал знаешь, да? Арсенал Тула? Да. Он был президентом. Это не то, что из Англии? Не-не-не. И он даже к нам книжку такую подарил. Вот он Винсенту подарил вот такой вот мяч. Ты понимаешь, что дали иголку, сказали «сдуйте, когда поедете». Он не дал нам сдуть. Он так его и вез. Не дам сдуть. Кто не дал? Кто не дал? Винсент. А. Ну, думает, а вдруг потом не надуешь. Да. И он не дал мне сдуть, и в общем так мы его и везли мячом. Так насос-то дали или только иголку? Иголку, но насос-то есть у нас. А, окей. Хорошо. Хорошо. Я думаю, что я получил хорошие вещи. Это не то, что играть с этим. Это просто сувенир. Угу. Ты не играл с этим. Да. А еще видишь, какая у нас есть телепелотка. Ой-ой-ой-ой. Окей. Что бы это было в английском языке? А как это называется? Бeyр'ей? Б Булотка! Это «пилотка». У них нет такого. Они называют это «беретами», «берей». Ну, «берет» — это разное. Ну, в русском есть специальное слово для этого. Что это слово? Ну, буквально, это означает «пилотка». Да, «пилотка» — «пилотка». Миша спросил у него, где понравилось, и он больше всего из четырех городов. Из четырех городов вы посетили, в которых вы любили больше? Ну, конечно, я имею в виду, где у меня семья, я называю семья, Саша, Ниташи и все, что там есть, это будет в Турбенске. Саша. Но, Наталья говорит меня, что ты любишь любила русский сауна. Да, это было фантастио. Степанья. Скоро. Скоро, что-то веселое. Скоро. Они любили русский сауна и стоимости. Кто-то, кто-то упомянет. Тренер. Он любил в душе. Он привлекал специальные земли или какие-то, как раз. Веники, веники. Дубовые и березовые. И он лежал, и тот ему на лицо вот так вот. Говорит, пиши. А я слышу, он дышит там в эти веники. Особенно когда с ароматизирующими какими-то это потрясающе, конечно. Так что клейкосинусы рвут очень хорошо, потому что мои синусы всегда плохие. И самое интересное, что когда я уходил, было довольно холодно. Было около 40 градусов. Я даже не чувствовал холодно. Я сидел там, просто на тарелке. Он вышел, чтобы понять, как это только что вы мерзли, а он вышел. Ты прыгал в воду, не знаю? Да. И я кричал. Да. 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 Стар seated. чтобы это было в блене? Это фарфа? Да, или или... Это не сливочное масло? И сливочное масло. Да, это было очень хорошо. Да, конечно. Мы попросили все из российского catering. У нас есть гостя на Тюздец, и попросили много чего-то из катера, как и вы уже говорили, Бульоне? Бульоне. Бульоне. Это было очень вкусно. Что еще есть, что было очень вкусно? О, эти большие пельмени. А, хинкалис. Нам давали хинкалис. Они как пельмени, но они очень большие. И когда их варишь, у них бульон. Это как манты? Они как манты, но это хинкалис. Очень вкусные. А ему понравились очень они. У него есть бульон? У него есть бульон, да. Это очень вкусно. Спроси у него, как понравился ему наш поезд. Мы ехали из Рыбинска в Москву. Что такое Рыбинск-Москва? Что такое специальное вагон? От Рыбинск до Санкт-Петербурга. О, Санкт-Петербурга. Это был санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Это был санкт-Петербурга. Это был санкт-Петербург. И это было хорошо. Но я вернулся на это было лучше. Но ты говоришь о том, что ты говоришь когда ты идешь в туалет. Ты не знаешь эту же фишку, да? Когда мы в туалет пошли. Когда он пошел в туалет. Я пошел в туалет. Я пошел в туалет. И я начал, ты знаешь, идти в туалет. И я смотрел вниз, как я идти. И я вижу, что поездки поездки идут. И я пытался остановиться. Я говорю, о, мой Бог! Пайпы сломали. Это то, что я думал. Я говорю, где пайпы идут? Короче говоря, я тебе рассказывал. Он все забыл. Он первый раз, когда из туалета пришел, говорит, странно, но туалет выглядит, унитаз выглядит, как электрический стул. Он же железный. Ты понимаешь? Мы, значит, начали смеяться. Девчонки у меня, которые там, они говорят, а ты спроси, он смыть-то сумел? Я ему говорю, ты смыть-то сумел? Он говорит, нет. Я искал, где смыть. Я не нашел. А там педаль должна быть, нет? Ну, он не нашел первый раз. И такой пошутил, говорит, ну, смой кто-нибудь, кто следующий пойдет. Потом, значит, на следующий раз он пошел, я говорю, чтобы смыть, нужно на педаль внизу нажать. Да. Потом приходит, когда в следующий раз, и говорит, там, говорит, трубы отвалились. Там, говорит, видно, говорит, прям дорогу, когда смывает. Он смывал три раза, он не мог поверить, неужели я вижу дорогу. И мы так смеялись. То есть он думал, там бачок должен быть какой-то, да? Он думал, что трубы какие-то там должны быть, или бачок, или что-то. Он очень подумал, что это отвалилось. Он говорит, неужели это прям на дорогу. Подождите, а это что, старого образца вагон какой-то, или что там было? Это какой-то музейный экспонат, видимо. А, окей. Я думаю, что, старого из них нет инструментов х Measureücklich и где-то это- Не помню, дорогеitti. Не моя м服лящь? У меня есть электричество? И все там были болты, все там было. Ну, это не болты, все там было. О, окей, окей. Ну, для меня электрик chair, это что-то, где вы вообще сидите. Ну, что вы сидите на, тоже. Да, окей. Это просто... Ну, наконец, вы приехали в Санкт-Петербург. Что-то интересное в Санкт-Петербурге? Может, в дон-тоне? Да, да. Мы были в Петергофе на золотых фонтанах. Это было очень красиво. Все там было красиво. Короче, когда мы зашли в музей Петергоф, а там же все в золоте, там все в золоте, он говорит, Дональду Трампу здесь понравилось. Когда я видел Петербурге в Петербурге, то я подумал, что, да, это просто challenger Peter Петергоф. Historically it's the opposite, so Peter the Great built Петергоф as a smaller copy of Versailles, but when you look at one and you look at another one, you realize they are the same, but really when I got there the first time, I was 16 years old, I was smashed really, wow, with all the fountains and yeah. What's the most surprised you, what's the most surprised you in Russia, you say, wow, I mean bad surprise, good surprise, any surprise? Maybe girls, I don't know. I mean, all the girls are beautiful, but I liked it, St. Petersburg when I got there I was really wow, just by the enormous size of it and the beauty of the city is amazing. How about traffic, roads? Well, the roads, terrible. That's… I mean… Is it highways or inside? It's when you say when you go to Ribbons. Get Tula, you go to the outside skirt, to the smaller cities, the roads are really bad. Besides that, everything else was great. I see so many, I have so many people on our channel who are commenting and in their comments they are saying that Russia is so great in terms of roads and they say, look, look at America, look, look how bad the roads are, we have better roads in our villages. В Москве дороги хорошие, да, в Москве. Ну вот, конечно, там за город заезжаешь, но у нас тоже где-то, наверное, есть такие дороги, но… Мы ехали, когда в Рыбинск, мы ехали вот, ну вот так вот. Откуда ехали? Мы ехали из Москвы в Рыбинск. Подожди, зачем? На машине мы ехали. Долго? Часа четыре. А, так это не так долго, это Ярославская область, правильно же, Рыбинск? Ну да. Ну, часа четыре. Ну, подожди, но от Москвы, когда первые там едешь, наверное, как там по… Нет, конечно, потому что, когда подъезжаешь, там Тутаев начинается, да, там, по-моему, какие там города у нас идут, Переславль-Залезский, вот там уже конечно… А вы погуляли бы Переславль-Залезский? Нет. Ой, ребята. Очень уставшие. Это потрясающее место, да. Ну хорошо. Я не знаю, в каком состоянии сейчас, но вообще-то сказочное место. Да. Ну, чуть-чуть там не гуляли. Ага. 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 Да, мы пошли на разводение мостов в ночи уже со с сестрами. Он говорит, я даже не пойду. Он не пошел. Ты скажи, у меня потерял 8-8 лунные? Ага. Все, кто считает, что веса может идти в Россию. Вот в Москве, в Питере вы ходите, ларечки, киоски, сувениры, магазины, какие-то люди продают что-то. Тебя, например, распознавали как человека иностранного или никто не заметил? Нет, абсолютно. А Вене? В Вене, мы когда шли в музей, нам сказали, что иностранцы 700 рублей, а русские 400 рублей. То есть они его видят, что иностранцы? Мы решили купить на всех четверых по-русски эти. И они, знаешь, как делают? Ты проходишь, они, здравствуйте, говорят. А ему говорят, здравствуйте. А он вот так смотрит, они так, здравствуйте. И он уже, знаешь, говорит, молодой человек откуда? Я говорю, из Америки. Так, 700 рублей. Ну вот пошли доплачивали 300. Короче, не проведешь их так. Попросили, если люди, кто живет в России, посмотрят на тебя и идентифят на тебя, как устранец? Да, я помню, мы купили для тебя тикет на музею. Да, ты был другой тикет, потому что они говорят «hello, hello». И ты не сказал. Да, все, как я говорю, они сразу понимают, как они получили тебя. Но вообще он очень отличался сразу, мы пошли, ты понимаешь, мы только приехали в Санкт-Петербург, нас повезли на ледокол Красина, у меня там племянница, она там начальник на ледоколе Красина, и она нас туда повезла сразу, значит, на этот... Он действующий или музей? Ну, музей, но он действующий до сих пор, но он как музей тоже действующий, то есть он действующий и музей. Ну, а мы с чемоданищами, с этими, значит, туда поехали, и вот они ему, там было холодно, и ему выдали, значит, эту шапку, шар, намотали, и вот он ходил, значит, в этом посадском платке, я не могу, посадский платок с розами, значит, такая женская шапка на нем, и он идет ежиться, но вот там идут все сразу, и это американец или там иностранец, потому что они все, им наплевать, что они на себя намотают, лишь бы было тепло. Мы туда не оденемся, и поэтому он как-то, мне кажется, отличался очень. Он все время шарф вот такой вот одевал, ему наплевать было какой. Ну, Винни, overall, people who live there, let's say, Moscow, Санкт-Петербург, Батрибинск, included, are they more dressed up than Americans? What do they? Moscow, they're definitely, they're dressed to kill in Moscow. St. Petersburg, the same way, as you go out to the outskirts, gets, you know, a little bit, you know, less dressed up. You tell me that the Arabian people don't dress up? They dress up, but not as much as the people of Moscow. Moscow, they got, they got it down there. They got the fashion, they got, you know, just in freezing cold weather, the girls were wearing skirts, I don't know how they did it. They got the high heels, the dress, the beautiful coats. Probably the Arabian people do not have that much money. Probably. It's a little different, just a little different. Not much, but you can see the difference. You can see where, you know, it's happening. Okay. When you go to whatever retail facilities and you look at how much is this and how much is that, anything shocking in terms of prices or it's pretty much like in US or any... Prices are a lot cheaper. Things are a lot cheaper. Misha, у нас в Рейминске полтора доллара такси в любую сторону, вообще в любую. Полтора доллара – это сто рублей. Вот сто рублей, не знаю, куда ты можешь съездить за сто рублей. И, конечно, для него это было вообще... Ну, хорошо, это рапсила дешевая, а вот, допустим, там, я не знаю, килограмм колбасы. Мы не покупали ничего. Ну, а что? You didn't buy any food? Yeah, we bought food. Did you? Do you remember how much a pound of a sausage? Uh, geez, I remember you buying everything. It was like 1,000 rubles. Окей, я покупала один раз, там, мы корзинку купили, там, тысяча рублей было. Тысяча рублей это было, сколько это, 10 или 15? 15 долларов, да. Ну да, и он, да, он уже потом мог пересчитывать. Потом он мог пересчитывать, потому что первый раз, когда мы, даже я не могла пересчитывать, когда мы позавтракали первый раз, пили по два блина и по кофе, и нам дали 1200 рублей в счет. И я говорю, мы заплатили 40 долларов, потому что я считаю по 30 рублей, а оно 60 рублей. То есть я бы заплатил 20 долларов всего там за завтрак. Ну как, это все равно как в Америке. Ну, подожди, 20 долларов там же сложнее заработать, чем тут. 20 долларов позавтракать, ничего себе. Нет, там, конечно, такие деньги, что не завтракать. Смотрите, что я здесь, что ты не видел, что я не знал, что вы уже не видели, я не знаю, если вы уже бывали в Москве в Москве, это так, что они так индустрируют. Они очень большие Toyota флажей, Генерал Моторе флажей, они очень большие. Они очень большие, они в зале? Да, они прямо в районе этого города. Где вы видите там? Как я иду, я рассказывал, что эти сезонцы. Они рядом, на улице, на улице, на улице. Среднес� домашних нанесений. Деньги в бирже, в большинстве городского купилы. Казахстан. Прямо не вернуть. Есть бюджет. Скоро. Это огромная домашняя компании. Мерезези, BMW, Kia, там кричатарные парни. Тонница. И в разных городах. У них много там. Минь. Деньги в том, что есть много денег глядя в окружности и в окружность? Это там. Я, наверное, уже не видел это. Но сейчас... Я не знаю, нет. Но сейчас... Это как по-другому городу Нью-Йорк-City. Это же так. Все индустриализировано. Некоторые регионы выглядят как Квинс. Да. И есть все остальные магазины. Все американские магазины. Пицца. Собой! Макдональд! Бургер Кинг! Я говорю, это твои братья и сестры. Они все остались. Это просто потрясающе, как это превосходило. Миша, когда мы зашли в гостиницу Реддисон, бывшая Украина, она находится около Москвы-реки. Да, это старинское издание. Это старое. Боже, какая красота! Это невероятно! В самом деле, у них есть мини-сити Редд-Сквера, где они смотрят вниз. Они показывают светлые, в определенных местах, и они говорят, что... Одеваешь наушники, да. И ты можешь слушать, что-то, что-то и где-то идти. И на фоне там поют «Подмосковные вечера». И на любом языке это набираешь, и тебе рассказывают там, что где находится вот эта история. Очень классно! Да. Это было круто! Это было круто! Редактор субтитров Треба Руссингот Это великолепный пенсионный пенсионный. Получается, Гороскоп, Федеральный пенсионный 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 Продолжение следует... Лиша, мы пошли в оружейную палату и в алмазный фонд и оставили машину у УГУМа. Ты представляешь, это расстояние от Кремля до УГУМа, это же вообще ничего, да? И когда мы вышли из Кремля, там все было настолько закрыто, что нам пришлось такси вызывать и ехать минут 10 до нашей машины, потому что нужно было вокруг все ехать, настолько было все перекрыто. А у него началась паника, что он не понимает, почему мы к машине не можем дойти, почему все перекрыто. Я говорю, ну они готовятся к... Он такой, да что мы машину теперь не найдем? Что же мы машину теперь не поймем? У него паника была, что там все вот это перекрыто. Я не знаю, I remember he was scared that we're not going to get the car when he was come from the Kremlin, when it was all closed. Oh, yeah, when it was all closed, and the tunnel that it was in was weird because two cars could go either way on it, and it was only one, you know, enough room for one car to go up and down. Yeah, so if one guy was coming up, you would have to back up like what we had to do, get back all the way up, let him go through, and hustle it down the road there before somebody else came up. So, there is lots of room for creativity there, so... How is the traffic? Oh, terrible. Too many cars. I mean, they got tons of cars down there. I mean, it's just... The roads are six, seven lanes wide, going in and out of the Moscow. It's just that there's so much traffic, it's amazing. You think where I live, you probably see it in the LA traffic. Yeah. The LA traffic is really bad. Well, that's, it's just as bad if not worse than that. Mm-hmm. We sit for 20, 30 minutes, and it's like not going anywhere. Mm-hmm. Everybody's got a nice car, but he's got a BMW or Mercedes out there. Mm-hmm. Lots of people told me it's much nicer to use public transportation, the underground, just to get to the... That's what I'm saying. Subways. That's what I was saying. Subways are the best. Mm-hmm. And you just hustle anywhere in the city real fast on the subways. I would say New York City is not a paradise for driving, either. No. It's tough. You guessed it. Subways, taxis were good, taxis were fun, the subways and the buses, but the some place for the best living the fastest. Mm-hmm. Okay. So it's very different actually. I'm just... It comes to my memories of how we lived there. And... So, Misha, we went to Lefort-ofsky park, to take a photo to take a photo of us, so you saw these buildings behind us. I sent you and you didn't even know. I saw a building on a bar. I thought they came to Rybinsk. It's the best thing in this city. And they wanted me to impress. And here was a good, a little bit of a rural area. And in a row... We started to take a photo to take a photo to take a photo. And you lived there. Well, I didn't even live there. Well, I don't know where it is. Well, I understand where it is. I don't understand where it is. But I didn't even live there. But you know, I don't know where it is. I know you go to Rybinsk. And I look a little, an open-outrepery, a little, a little, a little. Я думал, это точно Рыбинск. Он такой идиот, зачем мы с ней идем, зачем мы с ней идем, мы такие надо, пойдем, фотографироваться надо. That is a very old part of the city, actually. It goes back to Peter the Great Times. Wow. Yeah, it was, let's, I'm trying to translate, that place was called German village. It was not exactly the city itself, but just very close. It was outskirts of Moscow. It was called German village. And since Peter the Great liked Germans, so he spent lots of time there. So he would go there, he would talk to merchants, you know. And so somehow, he liked, it's very, that it's very clean and they're nice people. Somehow he enjoyed, you know, Germans. And that area was called after, actually the guy was French, Lefort. Lefort, he was one of the people working with Peter the Great. So after him it was called Lefort, 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 that area. It's kind of old. We went to Ukrainian restaurant. We went to Ukrainian restaurant, we went to Ukrainian restaurant, which is called Horchma. Oh, Misha, what a beautiful. There were all in such beautiful pieces. There was so delicious food, all in their own. They were so hungry, all in their own. They were soy sauce, which was processed with cheese. They ate it and I told him, well, that's the sweet sauce, which you like. And I said, how sweet sauce? Well, sweet sauce is the same. Well, yes, yes, yes. Well, yes. Remember that restaurant? Ukrainian restaurant before? Oh, it's where they dressed all up. Yeah. That was really nice. They really wanted to make you feel the tradition of their country there. He drank Horchma. Oh. Horchma? Horchma, like vodka, Ukrainian vodka. стопочку выпил, да. Ну, стопочку, да, сам буквил. У нас бывает, вот, педагоги там тяжелый день трудовой проведут, уже студенты разойдутся, они раз по стопочке. Я даже спешально держу для них клюквенную горинку. Ну что же, ребята, спасибо за впечатление. Я очень рада, что мы с тобой как-то так знаешь, видео сделали, пока, как говорится, по горячим снудам. Дальше тем уже. Я еще хочу сказать тем, кто нас смотрит, что прямо сейчас, вот, мы с вами разговариваем, а Наталья, она там пока была, не было возможности делать видео, и несколько было фактически записи ютюбовских трансляций, да, а, перископовских, да. Вот, а сейчас Наталья потихонечку вывешивает видео, делает, и там у нее зашкаливает трафик. Я, честно говоря, даже думаю так, это люди смотрят, им не так интересно, вот, посмотреть Москву, Питер или Рыбинск, сколько им интересно глянуть, как вы, вот, попав в эту обстановку, что с вами будет происходить. Мне само это интересно было очень. Ну да, да, поэтому там зашкаливающий совершенно трафик, так что вот идите и посмотрите, я думаю, что там, как бы, получите удовольствие. Там у меня плейлист называется невероятное приключение американского и итальянца в России. О, ты как закрутил это. То есть, есть прям отдельный плейлист. Да, плейлист, я туда их прямо отправляю, как говорится. Ну что же, хорошо, хорошо. Потому что у меня, например, когда я куда-то еду путешествовать, обычно там в два-три раза падает количество просмотров. Потому что никому не интересно смотреть на Италию там или на какую-нибудь там Австрию, Словению. Вот мы ездили там пару лет назад. Ну, прям вот так трафик вот так вот уходит. Да. Ну, мы очень долго собирались и нас очень долго отправляли в Россию всем каналам. Поэтому все нас с нами уже и путешествовали и за нами переживали. И за Винсента все переживали. Я выпущу видео. Так у меня под видео сразу такие комментарии. Ой, как Винсента жалко. Винсент идет, ничего не понимает. Бедный Винсент, как же так. Все люди в видео как, как, worry about you, как, about baby. Like, you in Russia, you don't understand anything, you're scared, and everything. I don't know. Да, но пересочувствуют. Мне очень нравятся пилотки. Это чувствуется много пилоток мы купили. Мы купили 10 штук. Мы вот так, я в банке подарила парочке банкиров, которые как бы мне заказывали. Потом привезла одному банкиру матрешку. Потом одному другу, своему Ричарду, тоже такую пилотку подарила. У меня даже маленькое видео есть на 2 минуты, как я его дарила. Я говорю, так, буду доставать, буду снимать видео. Он говорит, хорошо. И я снимаю, я так достаю ему. Он такой, вау! Посмотри, там 2 минуты буквально. Да, так. Я выставила. Но это необычная вещь. Вот так в Америке такого не найти. Нет, нет. Конечно, это мы в Туле покупали. Это все из Тулы. Окей. То есть, вторая жизнь дана с этим советским значком. Вооруженные силы. Да, да, да. У меня есть пару пилоток. Одна зеленая. Я помню тебе тоже, типа, такой. Помнишь, подарили? Ну, да. У меня одна синяя, темно-синяя, а другая зеленая. И на ней что-то такое, типа, юридическое такое. Да. Вот. Типа, военный юрист, там что-то такое. Я не знаю. Ну, там много значков и все такое. А я там выставила фотографию, там в инстаграме у меня фотография, Винсент вот так стоит, сзади него, значит, большая звезда, и написано, я патриот. Окей. Окей. А сейчас писать, хорошо, Трамп не наш, но Винсент наш. Трамп не наш. Трамп не наш. А я ставлю с готовым позором. Я спрашиваю думаю, что я продюсер. Я плачу, что я продюсер и продюсер. Ну и я продюсер. Ну, если я продюсер я продюсер, я продюсер. Доля пенс на пенсу. Что ты продюсер? Но это пойдет в 50-я и 40-я и еще резко. Реально крутой. И, ну, ну, $120. А пионерский галстук вы приобрели? Пионерский галстук у меня там лежит. Ну хорошо, тогда давайте вы примите такую позу и мы победу. И мы тогда с вами прощаемся. Всем пока. Спасибо вам за внимание, спасибо, что вы были с нами. Мы чувствовали ваши переживания, ваше тепло. Винсенту очень хорошо, не переживайте за него. Ну так, покажем лайк. Ставьте нам лайки, пожалуйста. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok